Всем привет! Сегодня у нас в обзоре Москве 407. Интересный автомобиль 58 года. Довольно редкий. Об этой машине часто идут споры 402 это все-таки или 407. И сейчас я вам покажу, чем эта машина отличается от 402 модели. Такой автомобиль выпускался всего лишь месяц, в мае 58 года. И внешне, действительно, его очень легко спутать с 402 москвичом. Но кроме того, что здесь установлен с завода двигатель модели 407, эта машина имеет еще ряд отличий. Вот, в первую очередь, здесь появились буквы на капоте «Москвич». В чистой 402 модели их не было. Кроме того, мы видим алюминиевые рамки окошек на 402 модели. Были стальные и красились в цвет кузова. Здесь мы видим рамки уже алюминиевые, как на всех последующих привычных нам москвичам. Кроме того, обивка салона. Обивка салона здесь также уже такая, как у более поздних 407 москвичей. Хочу заметить, что машина прошла полный комплекс реставрации, но салон приняли решение все-таки оставить родной. Так как он довольно неплохо сохранился. Была такая возможность. Да, он не новый, конечно, но все-таки родное, мне кажется, лучше в некоторых случаях, чем на воде. Из интересных особенностей. Здесь мы видим у нас напольная педаль газа. У поздних машин педаль уже была чисто подвесная. Что еще? Гребешок остался высокий, как у 402 модели. Также мы видим трехсекционные фонари. Ну, на мой взгляд, они намного красивее, чем более поздние двухсекционные. Непонятно, зачем от них отказались. Ну, наверное, в угоду упрощения производства. Кроме того, мы видим подштамповки на бамперах, также характерные для 402 машины. Ну, и что же у нас под капотом? Да, ранний радиоприемник. Обратите внимание. Откроем шпот. А под капотом у нас... Вот что мы видим под капотом. Значит, мотор здесь уже 407. Карбюратор, к сожалению, не К-44, а уже более поздний К-125. Но, как только мы найдем родной карбюратор, мы его, конечно, сюда поставим. Вот. В целом, двигатель вот такой, но... Под капотом мы видим, еще сохранился кронштейн для управления дроссельной заслонкой от 402 модели. Да, аккумулятор стоит больше, чем надо. Но, извините, нужного размера в данный момент у нас не было. Да, еще интересная особенность. Это ободки фар. Такие ободки фар, крепящиеся вот таким способом, были именно на 402 модели. Потом ободок уже был неразрезной и крепился просто винтиком. Более привычным способом. Что могу сказать о конкретном экземпляре? Эта машина всю жизнь провела в Крыму. Что, ну, как бы, положительно очень сказалось на ее состоянии. Машина к нам попала еще в заводской краске. Она была сильно выгоревшая. Ну, до металла практически была выгоревшая. Но по отлично сохранившейся краске в салоне мы подобрали цвет абсолютно точно такой, как он выходил с завода. То есть диски, цвет кузова такой приятный, шоколадный. Это заводской цвет. Ну, на мой взгляд, очень красиво смотрится. Вот такой автомобиль. Если по нему есть какие-то еще вопросы, прощайтесь, пишите, спрашивайте. На все отвечу. Все. Всем пока.